Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа Эхо Москвы в Сызране. Сегодня мы поговорим с вами о кондиционерах. Вроде бы пик самых жарких дней уже прошел, но согласитесь, кондиционеры это настолько тонкая техника, настолько высокотехнологична, она требует нежного и бережного к себе отношения. И к нам в редакцию поступило много вопросов, в том числе и по этой проблеме. Сегодня мы пригласили в студию экспертов и гостей. Сегодня у нас директор компании технологии комфорта Валерия Соломатина. Здравствуйте, Валерия Евгеньевна! Здравствуйте! И главный инженер сервисного центра «Радуга» Евгений Головинов. Добрый день, Евгений! Здравствуйте! Общаемся мы сегодня с гостями в прямом эфире. Телефон редакции 984646. Номер для смс-обращений 9277-4445555. Звоните, задавайте свои вопросы гостям. Спрашивайте обо всем, что вы хотели бы знать о кондиционерах, о сплит-системах. Мы ждем ваших звонков. Итак, 984646. И первый мой вопрос гостям. Расскажите, как ухаживать за кондиционером? Ухаживать за кондиционером желательно как минимум два раза в сезон. То есть перед началом сезона, два раза в сезон, это как минимум. То есть перед началом сезона, весной, либо в начале лета, и в конце сезона, в августе, в сентябре. То есть сейчас самое время? Сейчас самое время, чтобы произвести второе плановое ТО, так сказать. Что с себя включает техническое обслуживание? Техническое обслуживание в себя всегда включает чистку уличного блока и чистку внутреннего блока. И прошу заметить, чистку внутреннего блока, домашнего блока, который находится в комнате, лучше производить специальными средствами, специальными устройствами. То есть производить термическую обработку, чтобы убивались все микробы, устранялись неприятные запахи. Желательно прибегать к услуге специалистов, которые имеют все необходимые... Я как-то... Я не умею. Расскажите. Желательно прибегать к услугам специалистов, которые имеют все необходимые для этого инструменты и химические средства. А требуются какие-то специальные химикаты, да, для чистки кондиционера? Желательно делать это специально. То есть с простым куском хозяйственного мыла там не обойдешься? Не обойдешься. Обойтись можно, но это не даст того эффекта, который можно достичь с помощью специальных химических средств, при помощи специальных технических устройств. Евгений, я хотела бы добавить, к нам недавно обратился клиент, который спросил, можно ли постирать фильтры в стиральной машине. Постирать? Да. Неужели можно? Теоретически можно и идти в магазин за новыми. Ага, понятно. А если я все-таки решусь сама почистить свой кондиционер, вот что мне по силам простой российской домохозяйки? Только пыль сверху с корпуса вытереть? Пыль сверху с корпуса вытереть и съемные фильтры, которые есть, которые легко доступны, может достать, снять каждый. Стирать я их уже не буду, это однозначно. Однозначно, да. Съемный фильтр, который легко снимается почти на каждом кондиционере, вы можете также снять, продуть щеточкой, стереть с них пыль. Но эта чистка недостаточная. Вся грязь и все микробы находятся внутри кондиционера. То есть для качественной, грамотной профилактики необходимо вскрытие кондиционера и устранение микробов, которые находятся внутри и не видно на первый взгляд глазом. Для грамотной и правильной чистки кондиционера. А я слышала, что в современных моделях кондиционеров нет такого накопления микробов, как вот допустим в кондиционерах первого поколения. Они как, они за полгода все равно умудряются накопиться? За долгий промежуток времени микробы все равно накапливаются. Долгие это сколько? Это в течение нескольких сезонов. Несколько сезонов. Микробы все равно накапливаются. Но есть кондиционеры с специальными пластинами, которые якобы часть микробов убивают. Это так. Но все равно в течение долгого времени микробы все равно накапливаются. И все равно необходимо сделать грамотную, глубокую профилактику, грамотную чистку. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мы общаемся в прямом эфире. Телефон редакции 984646. Номер для смс-обращения 9277-445555. Звоните, спрашивайте все, что интересует вас из жизни кондиционера. Я хотела бы задать еще один вопрос Евгению. Вы сказали о том, что нужна детальная, грамотная, профессиональная чистка и подготовка кондиционера. А как подготовить кондиционер к холодному времени года? Именно с учетом того, что все-таки как бы зима не за порогом. Можно дать такой совет. Носят рекомендательный характер. Если вы планируете или чувствуете, что работа кондиционера, допустим, сегодня закончится у вас в этом сезоне, то есть сегодня у вас последний день работы кондиционера, желательно поставить кондиционер на обогрев, задать максимальную температуру, что возможно на вашем кондиционере, и чтобы на максимальной температуре обогрева кондиционер поработал несколько минут. После этого выключить, и чтобы он хранился весь зимний период. Евгений, а если на него сверху сугроб снега нападает зимой? Если сугроб снега, это ничего страшного. А вот если, как это часто очень бывает, и очень распространенной ситуации, когда падают сосули на кондиционеры, то есть прежде чем установить кондиционер летом, нужно этот вопрос продумать, чтобы сход льда не был на уличный блок кондиционера. Это очень-очень частый и распространенный случай. То есть когда наступает весна, кондиционеры разбиваются. Но они разбиваются именно не от снега, а именно из-за схода льда. А Валерия Евгеньевна, а что в таких случаях делается? Я думаю, что это тоже вопрос к Евгению. И к монтажникам, которые осуществляют монтаж кондиционеров, есть специальные конструкции, которые защищают кондиционер, если вдруг... По типу козырьков, да? Да, по типу козырьков специальные сетки, решетки устанавливаются, которые предотвращают падение больших каких-то сосулек или снега на кондиционер. Это все возможно. А скажите, какая техника безопасности при чистке и при пользовании кондиционером? Вот, допустим, я раз так пультом выключила кондиционер, да, и полезла в него мокрой тряпкой. Кондиционер, безусловно, нужно обесточивать. Это первое главное условие. Так я же пультом выключила. Пультом вы не выключили. А к нам в редакцию поступил звонок. Давайте его примем, а потом вы научите меня, как правильно пользоваться тряпкой. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте. Я к вам приду. А это, скорее всего, вопрос к Валерии Евгеньевне, поскольку я в самом начале передачи... Спасибо. В самом начале передачи я представила одну из гостей, директор компании технологии комфорта Валерия Соломатина. Так вот, да, позвонившая к нам радиослушательница, где-то, видимо, в не очень удобном месте купила кондиционер, теперь раскаивается и надеется его сдать назад. Ну, на самом деле, вы осуществили правильное действие, что купили кондиционер сейчас, потому что очередейно монтажников уже нет. И кондиционер вы можете установить в течение одного-двух дней после подачи вашей заявки нам либо в сервисный центр «Радуга». Они тоже осуществляют монтаж кондиционеров. Валерия Евгеньевна, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, где технологии комфорта находятся и как позвонить. Приходите к нам на переулок Пролетарский, 45. Наши специалисты работают по телефону 94-0202, и можете звонить по телефону в «Радугу» 98-40-92. Напомню, что «Радуга» является авторизованным сервисным центром нашей компании. В течение трех лет они бесплатно обслуживают и делают гарантийный ремонт кондиционеров «Хайр», которыми мы занимаемся. И по всем вопросам можно звонить туда. Ребята с удовольствием приедут к вам и помогут, и сделают так, чтобы ваш кондиционер служил долго, честно, правильно и радовал вас и летом, и зимой. Да, так вот к вопросу о долгой службе кондиционера. Евгений, вы начали рассказывать о том, какова правильная техника безопасности при чистке и при пользовании кондиционером. Но то, что мокрой тряпкой во включенный в сеть кондиционер не стоит лезть, это я уже поняла. А что еще нужно учесть? Обычному, нормальному, скажем так, обывателю, у которого висит дома кондиционер. Нужно еще учесть следующий фактор. Очень-очень желательно на зимний период кондиционер обесточивать от сети 220 вольт. У многих наших пользователей в зимний период кондиционер просто выключен из пульта. Каждый думает, что кондиционер обесточен и так далее. Это не так. На самом деле, если вы выключили кондиционер только кнопочкой с пульта, кондиционер находится во включенном состоянии, у него работает блок питания, блок питания там соблюдает все режимы по напряжению, то есть этот узел постоянно находится в работе. Зимой, когда кондиционеры не используются, лучше их обесточивать полностью. То есть вилочку сети на зимний период лучше выдергивать. Это продлит срок службы вашего кондиционера. А вот, кстати, по поводу зимнего использования или неиспользования кондиционеров, у меня, дорогие гости, целый ряд вопросов, но к ним я перейду чуть позже. А сейчас хотелось бы расспросить наших гостей, а вот есть обычные и есть инверторные кондиционеры. Расскажите, в чем между ними разница? Разница между обычными инверторными кондиционерами состоит в устройстве мотор-компрессора. Инверторные кондиционеры. В них установлен мотор-компрессор, так сказать, более новой, современной разработки. Этот мотор-компрессор намного тише работает обычного кондиционера. Инверторный мотор-компрессор расходует ощутимо меньше электроэнергии, потребляет для работы. Да, это важно. Инверторный мотор-компрессор способен работать до минус 15 градусов Цельсия на улице. Как известно, обычный кондиционер можно эксплуатировать только до минус 5 градусов Цельсия. Инверторный кондиционер можно эксплуатировать до минус 15 градусов Цельсия. То есть инверторные кондиционеры – это более современные, более новейшие технологии. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мы сейчас общаемся с гостями в прямом эфире. Телефон редакции 984646. Номер для смс-обращения 9277-4445555. Слушаю я вас, Евгений, и просто вот на кончике языка вопрос. А цена? Насколько сильно разница на инверторные кондиционеры и на обыкновенные? Инверторные кондиционеры немного подороже, но, я думаю, более точную стоимость. Я слышала, вроде там до 100% разница, да? В зависимости от бренда. То есть есть бренды, где разница очень велика между обычным кондиционером и инверторным. Но есть бренды, где разница не велика. Может быть, Валерий... Давайте я вам расскажу. У нас инверторные кондиционеры дороже обычного, порядка 20%. 20% всего. Да, хочется сказать о том, что вот эта переплата за инверторный кондиционер в летний сезон окупается. То есть если вы сейчас планируете или на следующий год планируете покупать кондиционер, обратите внимание на то, чтобы мотор-компрессор был инверторного типа. Потому что за 4 месяца активной работы кондиционера за счет экономии на электроэнергии вот эту ту самую переплату, которую вы оплатите за кондиционер, она вам компенсируется. И плюс к этому вы получите сверхтихую, бесшумную работу и красивый дизайн. Потому что все новые кондиционеры, которые выходят на рынок, они имеют какой-то сумасшедший дизайн. Мы об этом уже говорили. И вы получите хорошо работающую... Сумасшедший в хорошем смысле. Да, конечно. Хорошую работу кондиционера в красивом корпусе. Вам понравится. А помнится, 3 года назад, Валерия Евгеньевна, в Сызране был вот просто бум какой-то бешеный. Народ скупал кондиционеры, как ненормальные, до середины осени. А как у нас сейчас? Горячая пора прошла уже. И вот есть ли у вас какие-то спецпредложения, акции до конца лета, осени? Вы знаете, в этом году, ну, в общем, каждый из вас, посмотрев за окно, увидел, что бума в этом году не было. Но люди, которые знают, что такое комфорт и понимают, что кондиционер – это не просто средство однодневного спасения от жары, что это механизм, который, ну, во-первых, убивает микробы, который делает вашу квартиру комфортной, в ней хорошо и приятно находиться, когда ваши дети не простывают, да, там, в связи с тем, что они забегают там из жарки в сильно холодную комнату. Эти люди устанавливают кондиционеры и, в общем, живут прекрасно. Мы работаем со своими клиентами, которые у нас в этом году купили кондиционеры. Все абсолютно, все очень довольны. И кондиционеры Хайер оправдали свое имя и нашу надежду на то, что он полюбится в Сызране. Между прочим, вот, наверное, человек, покупающий кондиционер, думает не только о том, чтобы приобрести хорошую бытовую технику, но чтобы у него была техника лучше, чем у соседа, чтобы у него был самый крутой, самый полезный, самый энергоемкий кондиционер. Вот что вы можете предложить человеку? Вы знаете, я когда прохожу мимо объектов, которые мы монтировали с нашими кондиционерами Хайер... Сердце поет, наверное. Сердце поет, и, ну, если будете смотреть по сторонам, смотреть на окна нашего города, увидите большой розовый логотип с надписью Хайер. Вот даже это, этот розовый цвет делает людей счастливым. Просто, ну, по крайней мере, меня, наверное, я просто очень заинтересованное лицо. Лучший кондиционер – это тот кондиционер, который качественный, который правильный, хорошо смонтированный, и который, ну, при взгляде на него доставляет вам удовольствие. Вот три главные позиции. Хайер удовлетворяет всем трем условиям. К тому же сейчас в технологиях комфорта, ну, кто не знает, мы являемся официальным представительством компании Хайер в Сызране и в Сызранском районе. Мы проводим акцию. Сейчас действует 20-процентная скидка на всю линейку кондиционеров Хайер. 20-процентная? Да, и при этом мы дарим 1000 рублей на монтаж кондиционера. То есть монтаж кондиционера будет дешевле на 1000 рублей для вас. Звоните 940202, там сидят специалисты, которые принимают заказы. Спасибо. Напоминаю, также телефонная редакция 984646. Современные кондиционеры способны не только эффективно справляться с своей, ну, скажем так, исторической задачей, да, охлаждать воздух в помещении, но они еще и здорово греть способны. Если за последние 10 лет в СМИ и в интернете были написаны сотни статей на тему «Ни за что не включайте кондиционер зимой», то сегодня ведь ситуация меняется. Вот вы, Евгений, говорили о том, что человек может подготовиться к зимнему обслуживанию кондиционера, в том числе и выдернув его на несколько месяцев из сети. А разве нет кондиционеров, которые греют зимой? Расскажите, пожалуйста, как кондиционеры работают зимой? Для того, чтобы кондиционер горел зимой, необходимо установить дополнительный зимний пакет. Если кондиционер обычный, штатный, тот, что продается с завода, как мы с вами говорили, обычный кондиционер может работать до минус 5 градусов Цельсия, инверторный кондиционер может работать до минус 15 градусов Цельсия. Инверторный кондиционер за окном, но можно установить зимний пакет, и тогда кондиционер можно использовать и в минус 30 градусов Цельсия. Как понять зимний пакет? Объясните, пожалуйста. В зимний пакет в кондиционер устанавливается дополнительное устройство, которое подогревает мотор-компрессор, чтобы масло мотор-компрессор не замерзало, которое подогревает дренажную трубу. Его на зиму устанавливают, летом его можно убирать, да? Или его как уж установил, так и забыл про него? Убирать его нет необходимости, летом оно просто не используется. Оно установлено на кондиционере, просто оно не включается, не используется. Зимний пакет. То есть это как бы подогрев масла идет, да? Подогрев мотор-компрессор, да. Вот как? Да. То есть если установить зимний пакет, установить подогрев мотор-компрессор, то кондиционер можно использовать и в холодное время года. А с инверторными кондиционерами тоже работает? Конечно, на инверторный кондиционер тоже можно установить зимний пакет. Но я подчеркиваю, инверторный кондиционер самостоятельно, без всяких зимних пакетов, способен работать до минус 15 градусов Цельсия. А если на него еще плюс и зимний пакет повесишь, то до скольки? До 30 смело. До 30? Да. Вы можете греться кондиционером дополнительно, если отопления не хватает, ставьте зимний пакет и грейтесь зимой. Именно так. Но я так подозреваю, что инверторный кондиционер намного дороже в обслуживании. Абсолютно нет отличий в стоимости обслуживания между инверторным кондиционером и обычным кондиционером. Работы выполняются все те же самые, абсолютно одинаковые. Выполняются работы во время обслуживания. То есть стоимость абсолютно одинаковая. Такой технический вопрос поступил от одного из наших радиослушателей. Я зачитаю дословно, чтобы не соврать в терминах. Некоторые компании заявляют, что можно заставить работать кондиционер зимой на обогрев, установив так называемое устройство зимнего пуска или низкотемпературный комплект. Это правда? О чем мы говорили, это правда, да. То есть это и есть устройство зимнего пуска? Да. А предприятия Сызрани тоже к вам обращаются за помощью в сервисный центр «Радуга»? Крупные офисы, промышленные объекты? Там ведь тоже кондиционеров? Мы обслуживаем действительно большое количество организаций нашего города. Мы обслуживаем на протяжении многих долгих лет. Обслуживаем и по бытовым сплит-системам, и по промышленным системам кондиционирования и вентиляции. Вы говорили, что если, допустим, человеку кондиционер на зиму, в принципе, не потребуется, то он его просто выключает из сети, ну, предварительно подготовив к зимовке, и все, до весны про него забывает. А если вдруг, вот, стрельнет, извините за такое выражение, и зимой пользователь возьмет и включит неподготовленный к сезону кондиционер, особенно, когда за окном, знаете, так, до минуса 25? К сожалению, выйдет из строя данный кондиционер, выйдет из строя мотор-компрессор. Так делать нельзя. То есть перегорит? Перегорит, да. Такие случаи нередки. К сожалению, наверное, иногда пользователи забывают, что так нельзя делать. Это ваши постоянные поклонники сервисного центра «Радуга», именно вот такие, да, которые не подготовили, не настроились, и вдруг раз так, посреди зимы. А не включить ли мне? Да, я хочу сказать, что каждую весну такие обращения у нас бывают. Это, то есть, нередкие случаи. А с какими поломками кондиционеров из-за сезонных проблем вообще к вам чаще всего обращаются в «Радугу»? Вы знаете, если делать, как положено, вовремя техническое обслуживание, то кондиционеры работают долго, надежно, практично. То есть самое главное – делать своевременное обслуживание кондиционеров. Ну, всё-таки какие бывают виды поломок? Вы знаете, тут каждый случай индивидуален. То есть виды поломок, они различные, их большое количество. И нельзя предугадать, что случится, что произойдёт. То, что мы, простые граждане, скажем так, технически необразованные, ну, говорю уж за себя, да, то, что мы чайники, это я уже поняла. А вот всё-таки в каких случаях мы больше всего чайники? Включать неподготовленный кондиционер зимой не нужно. Это уже понятно. Мокрой тряпкой лезть во включённый в сеть кондиционер ни в коем случае не нужно. Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, по нашему опыту работы, самая большая проблема, она вообще не связана с сезонностью, она связана с неквалифицированным монтажом. Вот очень часто встречается, когда человек покупает кондиционер, берёт монтажников с улицы или по объявлениям, те монтажники, которые не несут ответственности за выполненную работу, которые не дают никакой гарантии на работу, чаще всего проблемы возникают именно тогда. И, наверное, вот Евгений подтвердит, что такие проблемы для человека, который устанавливает кондиционер, выйдут боком, потому что есть непрофессионалы, которые делают плохо. И прежде чем ставить кондиционер, звоните профессионалам, звоните людям, которые там десятками лет устанавливают кондиционеры и делают это правильно с учётом всех требований, необходимых для качественной работы. Кондиционеры, Евгений, я думаю, прокомментируют сейчас эту ситуацию, потому что самая часто встречающаяся проблема. Да? Это так? Я полностью согласен с Валерией. Дело в том, что действительно в летний период, как сказать, оживляется, появляется большое количество объявлений на подъездах, на столбиках, ещё где-то по услуге установки кондиционеров. В этих объявлениях нет ни адреса, ни названия фирмы, нет ничего, кроме сотового телефона. Соответственно, проходит промежуток времени, месяц-два, и этот сотовый телефон, естественно, пропадает. Те люди, которые обращаются к данным, в кавычках, специалистам, к сожалению, попадают в очень неловкие ситуации. То есть кондиционеры очень часто выходят из строя из-за неправильного монтажа. Никаких концов найти уже невозможно, потому что нет ни адреса, ни названия фирмы, ничего. Естественно, телефон всегда этот выключенный. Хотя кондиционеры у данных людей гарантийные, новые, но ремонта уже по гарантии не производится, потому что очень сильно нарушены те условия, условия монтажа, которые должны быть соблюдены. Это очень важно. То есть нельзя вот так вот бездумно обращаться к специалистам, у которых висит объявление, прошу прощения, на столбике. Нет ни названия организации, ни адреса, а всего-навсего сотовый телефон. Так поступать нежелательно. Ну, еще добавлю, что еще более нежелательно покупать по объявлениям, которые висят на улице, кондиционеры, потому что никакой гарантии на эти кондиционеры у вас не будет. Они, дай бог, отработают у вас один сезон, потом вы придете в «Радугу», которые не смогут его отремонтировать, и потом вы придете к нам для того, чтобы... Может, и смогут на какое-то время. Да, но просто кондиционеры должны иметь в любом случае гарантии, они должны быть сделаны профессионально и смонтированы профессионально. Три правильных качества, по которым вы выбираете кондиционеров, это профессионально сделанный кондиционер, профессионально сделанный монтаж, и третий пунктик – кондиционер вам нравится. Вы правы, дорогие гости, действительно, каждый шаг обслуживания и пользования кондиционером должен быть профессионален, как подготовка его к зимним условиям, как чистка его, так и монтаж, так и дальнейшее обслуживание. Я хотела бы поблагодарить наших гостей, директора компании технологии комфорта Валерию Соломатину и главного инженера сервисного центра «Радуга» Евгения Головинова за то, что вы, дорогие гости, пришли к нам в эфир и ответили на вопросы наших радиослушателей.